Рассмотрим предварительную настройку оборудования ЦИСКа. В принципе, все сетевое оборудование всех производителей настраивается принципиально, очень похоже. Ну, естественно, многие делают графический некий интерфейс на базе текстовой графики, делают веб-интерфейсы, но наиболее оптимальное – это с помощью командного интерфейса настраивать оборудование. И вслед за ЦИСКа все используют примерно одну и ту же идеологию. Отличаются разные моменты, но вы можете легко переходить от одного языка к другому, от одного производителя к другому. Итак, когда мы только запускаем оборудование, маршрутизатор, коммутатор, точку доступа, неважно, мы подключили к нему кабель для консоли. У нас высвечивается приглашение такого визарда. Этот визард нам предлагает запустить, ответить на вопросы, запустить какой-то конфигуратор, и он в результате выдаст конфиг. Ну, для меня такой визард слишком сложный. Я предпочитаю конфигурить с помощью команд, зная, что делая. Итак, у нас есть несколько режимов, ну, как в редакторе VI, набор текста и команды. Вот тут тоже. Пользовательский режим, привилегированный режим – это командный режим. Пользовательский – галочкой, привилегированный диезом. В этом командном режиме можно посмотреть конфигурацию, можно выполнить какую-то команду, не связанную с настройкой. И режим конфигурации у нас есть глобальная конфигурация, и специфическая конфигурация. Тут звездочка обозначена, под звездочкой следует понимать разные другие тексты, например, интерфейс, if, или влан, и так далее. Соответственно, поскольку мы заботимся о безопасности, в ЦИСКО создали несколько уровней привилегий от 0 до 15, до 16 уровень. Нулевой уровень – это несколько команд стандартных, они доступны всегда. Можно назвать его «гест-левел», то есть уровень гостя. «Привилегированный уровень» – это когда мы по Телнету или с консоли зашли, вот у нас галочка высвечивается, это уже уровень 1, уровень простого юзера. И уровень 15 – это уровень, скажем так, администратора, рута, то есть максимальная привилегия. Ну и мы можем раскидать вручную, настроить от 2 до 14, как мы хотим. Но, в принципе, по большей части удовлетворяются вот этими уровнями привилегий. Ну, специальные могут быть нужны в какой-то большой среде, где много администраторов, и каждый ответственный за что-то свое. Ну, клавиши «горячие» – это у нас взяты из имакса, с модификаторами клавиши. Ну, все достаточно стандартно, очень похоже на командную строку Unix. Вот последнее, хочу вам обратить внимание, это Ctrl-Shift-6, ну или Ctrl-Галочка-вверх. Это у нас как Ctrl-C, остановка процесса. Ну, то есть вы что-то запустили. Очень часто вы неправильно набрали команду, он не понял, что это команда, Cisco не поняла, и подумала, что вы хотите найти адрес данного хоста. И начинает искать адрес хоста. Это может занять долгое время, вот чтобы остановить процесс, с помощью этой комбинации стоит работать. И Ctrl-Z – это выход из режима конфигурирования. Ну, кроме того, если у нас большой конфиг, и мы работаем прямо из-под консоли Cisco, а не так, как удобнее его скачать, отредактировать и с помощью специальных средств залить обратно, это один вариант, а тут из консоли работаем. Мы можем некий вариант Грепа сделать, то есть вот устанавливается пайп, вертикальная черта, и дальше фильтр. Тут достаточно первой буквы фильтра задать, и потом некое слово. Ну, в принципе, работает как команда Греп. Давайте сделаем первичную настройку. Ну, вначале мы зашли в консоль, зашли по Талнету, неважно как, у нас юзер Левел 1, мы сделали Энэйбл, это как СУ в Юниксе, и переходим в привилегированный режим, в 15-й Левел, ну, естественно, он спросит, вас спросит пароль, если пароль установлен, но не установлен пароль, значит, без этого. Итак, у нас DS появился, и командный режим 15-го уровня, рутовый. Дальше мы набираем конфигура терминал, для перехода в глобальный конфигурационный режим, ну, или можно конф-т, достаточно этого. Итак, у нас настройка интерфейсов. Мы сейчас посмотрим маршрутизатор, а потом коммутатор. Разница есть. Ну, вначале хостнейм, хостнейм мы кодируем как город, ну, можно страна, если у вас вначале, вначале находятся подразделения в разных странах, страна, город, город, местность в городе, здание какое-то в городе, площадка, неважно, тип оборудования, в данном случае гейтвей, маршрутизатор, и номер. Если у вас их много, такого типа оборудования, ставьте номер из двух цифр. Что мы тут делаем? Мы тут поднимаем, конфигурируем интерфейс. Интерфейс F, это Fast Ethernet. И у нас могут быть интерфейсы вот 0,0, это значит, первый слот, и в нулевой слот, и в нулевом слоте нулевой интерфейс от нуля. берется, то есть как бы многослотовый коммутатор может быть. Или они цепляются несколько коммутаторов друг с другом. Ну вот, так вот запомнить, что вот так они вот обозначаются. Все интерфейсы обычно потушены в самом начале, No Shutdown, поднимаем интерфейс, задаем IP-адрес, ну, стандартно, адрес с масочкой, Exit, это выйти на выше лежащий уровень, и для роутера можно задать роутинг, IP-root, ну вот, мы задали 0,0, сеть, и Gateway, то есть это Gateway по умолчанию. В принципе, если у нас поднята динамическая маркетизация, то все может работать и без Gateway по умолчанию. Для коммутатора, ну, тут у нас поменялось вместо ГВСВ, то есть коммутатор, значит, switch, итак, у нас тут в коммутаторах в наших работах главная идеология будет строиться, то, что у нас сети на ВЛАНах построены. Поэтому мы поднимаем ВЛАНовский интерфейс, интерфейс с номером 2 в данном случае, опять no shutdown, IP-адрес вешается на этот интерфейс. Тут вот этот второй интерфейс, второй ВЛАН мы пускаем как ВЛАН для управления маршрутизаторами, ну, как бы, есть первый ВЛАН, но его не рекомендуют использовать, мы второй ВЛАН пускаем на управление маршрутизаторами и IP-адрес задаем в этом ВЛАНе. Если в маршрутизаторе мы IP-адрес могли вешать на каждый интерфейс, то тут у нас один IP-адрес на весь коммутатор, и этот IP-адрес вешается на какой-то ВЛАН, на ВЛАН управления. И, соответственно, у нас интерфейс тут не от нуля, а от единицы считаются интерфейсы. У нас есть два варианта, как вы помните, транковый и значит, аксесс, то есть транковый это тегированный и аксесс не тегированный. И мы тут ставим мод аксесс и подключаем, что аксесс именно идет на ВЛАН 2. То есть, если у нас приходят пакеты с несколькими ВЛАНами, то у хедера дополнительный кусок ВЛАНов откидывается и ВЛАН 2 направляется на этот порт. Вот таким вот образом. Ну и поскольку у нас один IP-адрес, тут же один и Gateway. Мы должны в конфиг глобальный зайти и задать Gateway по умолчанию. Ну вот как бы адрес маршрутизатора. Мы доступ осуществлять будем по Телнету. У нас есть виртуальные консоли от 0 до 15 но обычно используют 0.4 консоли виртуальные консоли 0.4 будут под Телнет использоваться в них мы вводим пароль для Телнета и разрешаем логин на этих консолях. Ну и для того чтобы человек когда подошел физический доступ получил к циске и по консоли попытался соединиться и не вошел сразу в юзера с левелом 1 мы пароль и на консоль поставим. Ну в принципе вы понимаете что человек который получил физический доступ к оборудованию он может с ним сделать все что угодно. Дальше мы зададим пароли пароль на enable вот тут пароль как секрет задается секрет на Телнет мы задавали как пасворд в принципе это и там и там пароль просто криптуется по-разному тут даже более смешно когда мы пасвордом задаем то он не криптуется а plaintext в конфиг записывается и вот чтобы он не записывался plaintext там пасворд мы задаем сервис password encryption тогда он не будет plaintext идти и если у нас подключено АА ну как обычно сейчас подключается то есть новая модель управления пользователями то вот мы можем задать пользователя админ с привилегиями 1 и с паролем циска ну и у нас по умолчанию идет подключение по Телнету а мы хотим по SSH делать чтобы было все секьюрно то мы должны сгенерить ключ SSH а ключ генерится по адресу по имени хоста и домен нейму то есть по полному квалифицированному домен нейму хоста значит у нас имя уже было задано хостнейм тут мы домен нейм задаем генерим ключ в разных версиях прошивки он или спрашивает после задания генерации ключа длину ключа но мы 248 это такой между 124 10 24 очень маленькая а 4096 конечно может быть слишком напряженная для оборудования 2048 задаем или в более новых прошивках мы можем прямо в командной строке задать после RSA длину ключа и дальше опять подключаемся на конфигурацию виртуальных терминалов и задаем тут транспорт тут входной транспорт может быть SH TELNET SH пробел TELNET или ALL как вам угодно в данном случае мы только SH задали и после этого мы только по SH можем заходить на этот коммутатор ну тут тоже проблемы могут быть дело в том что в SH в своем протоколе очень часто обновления идут откидываются какие-то криптования переходят на более серьезное криптование а в CISCOS прошивка может быть достаточно древней в результате вроде бы вы сконфигурите SH а зайти по SH не сможете то есть это тоже нужно учитывать ну вот в принципе мы рассмотрели основную первичную настройку для нашего оборудования то есть это вот то что нужно сделать в самом начале прежде чем реально начать конфигурить все остальное то есть после вот этой конфигурации мы можем вытащить консольный кабель и продолжить конфигурирование по сети через Ethernet то есть по Ethernet или по SH как вам будет удобно то есть вот он после этого конфига стал сетевым устройством то есть нам уже не нужна консоль нам достаточно будет в сети